Первой взаимопомощью будет как можно раньше удалить яд, проникший в кровь. Здесь самым лучшим методом будет просто отсосать из раны кровь с ядом. Делается это сразу же на месте повреждения. Зубами участок ткани нужно сжать и отсосать движениями жидкость, сразу же ее сплюнуть. Делается в течение 10 первых минут после укуса змеи. Далее необходимо в любом случае транспортировка больного в стационар. При транспортировке обычно лучше будет иммобилизировать конечности, то есть обездвижить. Если есть возможность, приложить холод к месту укуса, что опять-таки ограничит всасывание яда в кровь. И если возник массивный отек конечности, можно наложить импровизированный жгут, подручные средства. При поступлении больного в стационар здесь мы вводим, как правило, в первую очередь сыворотку против яда гадюки, которая имеет как раз специфический характер, именно направлен против яда гадюки. Вводятся препараты, противоаллергические препараты, НПВС по необходимости. И если это серьезные раны, антибиотика, профилактика проводится и соответственно профилактика столбника экстренной. Продолжение следует...